Горная река вместо канализации. В поселке Верховина Ивано-Франковской области все стоки спускают в реку. Здесь уже более 25 лет не работают очистные сооружения. Каковы последствия и почему никто не спешит решать эту проблему, расскажут наши корреспонденты. Верховина – одно из самых популярных мест отдыхов при Карпатии. Здесь всегда много туристов. Привлекают людей красивые пейзажи, чистый воздух и вода. Хотя местные жители признаются, в горных реках вода уже давно не кристально чистая. Такими ручьяками из канализационных стоков буквально усеяны берега реки Черемаш. По словам местных жителей, здесь часто купаются дети. Несколько сотен ребят ежегодно приезжают в лечебно-оздоровительный комплекс. Он расположен всего в нескольких метрах. А вот Иван в реку больше не ногой. Боится снова заболеть. Директор предприятия, на балансе которого находится канализационная система Верховины, рассказывает, сливать стоки в реку вынуждены. Дескать, очистные сооружения не работают еще с 1993 года. В водоканале говорят, единственное, что смогли сделать, это поставить песчаногравийные фильтры. Мы возвращаемся с местами до главы администрации, до главы районной разницы, до неравниста, что такая проблема в Верховине. Ну, от печи как, что на их скрещеных хватает грошей. Но вот в экологической инспекции говорят, что пробы воды в Черемаше не брали уже два года. Мы составили такое заявление. Проверку инспекторы пообещали провести в следующем месяце. А вот в поселковом совете рассказывают, что разработались меты на три локальных очистных сооружения. Одно уже начали строить. В этом году все-таки плануют первую локальную очистную в районе Кроны ввести в эксплуатацию. И она обеспечит полностью тот микрорайон водоводведения. Когда построят остальные два, руководство поселка прогнозировать не берется. Цена вопроса несколько десятков миллионов гривен. А где их взять, чиновники не знают. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.